По прошествии 9 месяцев текущего года фиксируется восстановление региональной экономики от последствий современного экономического кризиса, о чем свидетельствует рост ее налоговой отдачи и как следствие увеличения собственных доходов не только областного бюджета, но и доходов муниципальных образований. В текущем году, несмотря на стабилизацию цен на нефть и достижение ею до кризисных котировок, допандемийный тренд по налоговой отдаче от нефтедобывающей отрасли до настоящего момента не преодолен. Если основной опорой бюджета в условиях острой фазы кризиса в 2020 году стали золотодобывающие предприятия, то в 2021 году лесопромышленные и финансовые компании. Это способствовало росту поступлений в первую очередь налога на прибыль на 15,2 млрд. рублей, обеспечив практически на 77% предлагаемое уточнение. При определении направления дополнительных средств правительством Иркутской области учитывались те направления, которые в рамках принятия проекта областного бюджета на 2021 год и плановый период до 2023 года, а также июньское уточнение, не позволили обеспечить в необходимом объеме финансовыми ресурсами. В первую очередь это увеличение расходов, связанных с выплатой заработной платы работникам бюджетной сферы, в том числе муниципальных образовательных организаций. Более 2,3 предлагаемых к увеличению расходов или 11,4 млрд. рублей предлагается направить именно на эти цели. При этом объем субвенции рассчитан, исходя из утвержденного законом Иркутской области норматива, с учетом переходящей задолженности за декабрь прошлого года. На возмещение недополученных доходов организациям транспорта, осуществляемым субсидируемые маршруты для населения, а также ресурсно-снабжающим предприятиям жилищно-коммунального комплекса для прохождения отопительного сезона, предлагается дополнительно направить 1,2 млрд. рублей. Более 1,4 млрд. рублей предлагается направить на оказание мер социальной поддержки жителям Иркутской области. В целях обеспечения финансовой устойчивости местных бюджетов дополнительно предлагается направить в местные бюджеты более 1 млрд. рублей. В общем объеме предлагаемого уточнения четверть или 6,8 млрд. рублей составляют мероприятие, источником которого являются целевые средства федерального бюджета, в том числе на ежемесячные выплаты семьям, имеющим детей от 3 до 7 лет, развитие дорожного хозяйства, обеспечение функционирования системы здравоохранения, в том числе мероприятия по профилактике и борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Важная часть наших расходов, в том числе и запланированных дополнительно, направлена именно на сбалансированность местных бюджетов. Мы всегда относились к этой финансовой поддержке и мы понимаем, что здесь точно нужно изыскивать возможности увеличивать финансирование, то что мы уже делаем. Мы в августе месяце дополнительно выделили 500 млн. рублей на выравнивание бюджетов муниципалитета. В текущей корректировке мы заложили 1 млрд. рублей за счет собственных доходов. Ну и мы внимательно еще раз изучили с правительством все эти вопросы, проведя уже детальный анализ и ассоциации муниципальных образований, что мы поняли, что этой суммы недостаточно. И мы еще раз проанализировав, приняли решение увеличить финансирование муниципалитетов на 300 млн. рублей. Все, что требовалось при формировании корректировок бюджета, все, что было необходимо для того, чтобы решить эти вопросы, для того, чтобы двигаться к завершению финансового года, в принципе, в качестве поправок было реализовано. Сформирована таблица одобренных поправок. В эту таблицу вошли все поправки, отклоненных поправок нет. Комитет принял решение все поправки поддержать, рекомендовать сессии законодательного собрания, принять указанный проект закона с учетом таблицы одобренных поправок и направить губернатору для обнародования. Ну и мы в комитете обсудили вот эти планы. Комитет будет контролировать, помогать всячески профильному комитету с финансовой точки зрения. Ну и, естественно, смотреть, как этот вопрос, есть ли необходимость его дальнейшего бюджетного регулирования до конца финансового года. Уважаемые коллеги, голосуем за принятие таблицы одобренных поправок. Решение принято. Принять закон во втором и третьем окончательном чтениях и направить к губернатору Иркутской области для обнародования. Прошу проголосовать. Решение принято. Принято.